Часть девятая. Это объясняет, почему нравственный закон часто идентифицируется космическим человеком с естественным законом. Действительно, в природе существует порядок. Так почему же, спрашивает космический человек, не должно быть порядка и у людей? Все разговоры о естественном праве, начатые стойками и получившие свое философское выражение в теории Гроция, указывают на отношение космического человека к морали. С точки зрения космического человека, мораль должна быть понятной, рациональной, обращенной к сознанию и уму. Принятие хуким, законов, непостижимых рассудком, не укладывается в философию космического человека. Философская этика, начиная от Платона и Аристотеля и кончая прагматической ситуативной моралью сегодняшнего дня, ориентирована на победу и успех. Человек полагает себя царем и стремится к триумфу над всем противостоящим. Иудаизм, однако, знает, что мораль, ориентированная на царство и победу, не всегда адекватна. Мы уже говорили, что человек встречается с Богом не только в моменты радости и триумфа, но и в горе и отчаянии, когда Бог встает перед ним из теснин, из бездны. Тогда человек встречается не с величием, а со смирением Бога, умоляющего свое величие, чтобы быть ближе к человеку. Само собой разумеется, что этот опыт встречи со смирением Бога должен породить и иную мораль, иную систему ценностей. Итак, есть две морали — триумфа и смирения. Этика смирения берет свой исток в древней тайне цинцун — самосокращении, без которого было бы невозможно построить не только храм, но и создать мир. Акт творения идентичен отступлению, сжатию. Бог в своем смирении, метафорически говоря, отходит, уступая место для конечного мира. Ради своей любви к человеку и миру Бог готов потесниться, расставаясь с бесконечностью. Если Бог отступает и творение является результатом Его отступления, тогда, по принципу подражания Богу, мы призваны действовать подобным же образом. В определенных ситуациях человек должен стремиться не к победе, не к королевскому сану, а к святости. Королевское величие завоевывается победами, святость — поражениями. Сноска. Подробнее эта мысль развивается рабе-соловейчиком в статье Катарсис. Конец сноски. Что же происходит, когда человек отступает? Бог может приказать восстановить его триумфальное шествие к победе. Отступая, человек искупает движение вперед, а готовность терпеть поражение очищает неконтролируемую жажду победы. Аврааму было велено смирить себя, отступить и признать поражение, отказаться от Исаака. Он послушался. Бог принял Исаака, но не забрал его, а возвратил Аврааму. В конце истории жертвоприношения Исаака Аврааму сказано «И овладеет потомство твое врагами врагов своих». Бытие 22.17. Авраам обрел победу в поражении. Сноска. Моисей был менее удачлив. Он отступил. Издалека он мечтал о земле, но его молитвы не исполнились. Он так и не вошел в обетованную землю, хотя до нее было рукой подать. Он послушался, но его полное подчинение не привело к победе. Непостижима воля Бога. Конец сноски. Конец сноски.